И снова здравствуйте, с вами Мишин Кирилл. Прежде чем начать обзор, я хочу поздравить своих дорогих подписчиков и зрителей с Новым Годом. Пусть Новый Год вам принесет со снегом смех, с морозом бодрость, В делах успех, а в духе твердость. Пусть все заветное свершится, и пересили вдаль дорог, Надежда в дверь к вам постучится, и тихо ступит на порог. А вслед за ней войдет удача, с бокалом праздничным в руке, В бегут, ребячес и играя, с сюрприз и шуткой налегке. Мы от души вам всем желаем, любви и радостных клопот. Пусть вас ничель не огорчает 2015 год. Всех с наступающим Новым Годом! Пожалуй, начну с могучих рейнджеров-самураев. Я считаю, что из всех вышеперечисленных сезонов, Самая лучшая рождительская серия именно в нем. Это было не только Хэппи Христамас, и нарезка старых серий, Но и очень трогательный сюжет. Согласитесь, что всем, кто видел эту серию, Было жалко Толстого и Спайка, Которые на последние деньги купили друг другу подарки. Перчатки! Класс! У меня тоже подарок! Спайки! А Майка, который подарил подарок своей мечты, Тем самым бедным и несчастным, Спайку и его дяди, Разве его вам не было жалко? Ух ты! Спасибо! Спасибо, друзья! Ну, прокатись! Удачи! Да! Да! Он счастлив! До встречи! Майк, я не слышала твой байк. Бензин кончился? Нет, я отдал его. Что? Зачем? Увидел ребят в парке, а у них нет подарков. Подумал, я с вами, значит, у меня есть все. Подумал так, и байк свой отдал им. Майк, ты бесподобен. В Самураях актеры играли так хорошо, Что иногда я забывал о том, что смотрю сериал. В Мегафоресе такого не было. Потому что, чтобы сыграть так хорошо, Нужно дружить не только в сериале, но и в жизни. Рождественская серия Супер Самураев В основном прошла в режиме нарезка старых серий. Но, там была традиционная битва с монстром. Конечно, этого монстра они убили очень быстро. Но, после того, как они его убили, Они пришлось ночевать в Мегазорде, так как он сломался. И пока Кевин его чинил, Рейнджеры Самураев вспоминали о том, Что с ними произошло в этом году. Сказать честно, Мне было приятно вспомнить старые серии Рейнджеров Самураев. Потому что это действительно был хороший сезон. Хотя, на мой взгляд, они слишком много времени уделили нарезке. Но смотреть на резку серии Мегафорса Мне совершенно не хотелось. Потому что этот сезон, по сравнению с Сумраями, был ужасен. Сценаристы решили, что сезон все равно уже закончился. Решили все-таки исполнить заветную мечту Спайка и Балка. Показав им могучих Рейнджеров. А теперь прошло время поговорить о самой необычной рождественской серии эпохи Нео Саббана. О серии из сезона Мегафорс. Вы спросите, почему необычной? А я отвечу. Потому что основное действие эпизода прошло в Африке. Да-да, вы не ослышались, в Африке. Все те, кто смотрел эту серию, помнят, как Руба-Рыцарь попал в Африку. А для тех, кто забыл, предлагаю вспомнить. Что? Люди странно себя ведут. Тратят электричество на фонарики. Срубили множество идем. Рождество, что это? Посмотрите туда. О-о-о-о! Больший класс! Он хочет знать, как люди справляют Рождество. Им очень идет шапка. Ух ты! Сбор подарков для бедных. Классная игрушка! Сы... Ну что ж, за работу, ребята. Нужно отправить подарки сейчас, чтобы они оказались в Африке к Рождеству. Ясно. Мой. Хочу подметить, что в этой серии нарезки было меньше, чем в Супер-Цамураях. Прежде чем Руба-Рыцарь случайно попал в Африку, была сцена рейнджеров в кафе Эрни, которая, по мнению сценаристов, должна была быть трогательной и интересной. Но это только по мнению сценаристов. Прекрасных дам за счет заведения. Мой фирменный фруктовый микс... Чуть не уронил. Простите меня. Нам все равно приятно. Ты настоящий друг. Точно. Не огорчайся. Вернемся к нашему Руба-Найту, который тем временем вовсю общался с детьми из Африки. В основном его общение состояло из воспоминаний, сопровождающейся нарезкой. Но лично мне нарезка не понравилась. Пока я делал обзор на Рождественскую серию Самураев и Супер-Самураев, у меня была улыбка на лице. Но когда дело дошло до Мегафорса, улыбка пропала. В конце концов, Руба-Найт все же понял, что такое Рождество и вернулся домой. Но на будущее ему надо меньше любопытствовать, а то кто знает, куда его занесет в следующий раз. Если меня попросят оценить рождественские серии эпохи Нео Саббана, то Сумураев я ставлю 9 из 10, Супер-Сумураев 7, Амегафорс 8. Я надеюсь, что в рождественской серии Дина Заряда я поставлю все 10 баллов. К сожалению, мой обзор подошел к концу. Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Счастливого Рождества, встряхни шары.